Прогноз социально-экономического развития города на 2018-й период до 2020 года разработан в двух вариантах. С учетом данных по присоединяемым сельским поселениям Верейское, Демиховское, Молодубинское. Объемы отгрузки произведенных товаров и услуг практически всеми промышленными предприятиями планируются с ростом. Наблюдается устойчивая динамика основных показателей деятельности на Методинея, Кампа, Акзонобель, Лакокраска, Респиратор, Орехово-Хлеб. С учетом присоединенных территорий в 2018 году рост объемов отгруженных товаров собственного производства промышленным видом деятельности увеличится на 96,7% к оценке 2017 года. Это по второму варианту, по оптимистическому. Средненачисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь-сентябрь текущего года составила 40 330 рублей, что на более чем 7% выше 2016-го. Фонд начисленной заработной платы составил 7 миллиардов рублей, что на 10,2% выше аналогичного периода прошлого года. По прогнозу рост фонда заработной платы на 2018 год составит 124,9% и 126,6% в натуральных показателях. Это будет 13,8% и 14 миллиардов рублей. В 2018-2020 годах фонд заработной платы составит 15,164 миллиарда рублей с ростом к оценке 2017 года 107,3% и 109,1%. Для УМС одним из самых актуальных вопросов остается создание условий для открытия новых предприятий и организаций, а также дополнительных рабочих мест. С учетом вновь созданных и расширения действующих производств уже сформировано 273 вакансии. Реализуются и инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, энергетики, торговли и услуг. Ведется строительство многоквартирных жилых домов и индивидуально-жилищное строительство. За счет бюджетных средств, построен и введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест в Парковском микрорайоне, строится присоединительный водопровод к ВЗУ «Стрелки». За 2018-2020 годы в соответствии с утвержденной программой развития транспортной системы города предусмотрен ремонт по 1,7 километров автодорог ежегодно и текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в том же объеме. При разработке прогноза развития отрасли и социальной сферы на 2018 год учтены мероприятия по реализации в городе приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении и жилищной сфере. В будущем году планируется реализация 15 муниципальных программ в различных сферах деятельности. Идет формирование двух новых программ и в 13 вносятся изменения и дополнения, которые будут уже содержать комплекс планируемых мероприятий, взаимовязанных по срокам, исполнителям, ресурсам, которые обеспечат наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на ближайшие годы. Общий объем доходов бюджета в 2018 году составит 3,4 млрд рублей без учета софинансирования. А к 2019 году эта сумма будет увеличена. Расходы в будущем году составят 3,5 млрд рублей. При этом дефицит составит 115 млрд. В 2018 году общий объем доходов бюджета прогнозируется с уменьшением к уровню 2017 года на 450 млрд рублей или 11%. В связи с неполным распределением объема в межбюджетных транспортах это субсидии, получаемые из бюджета других уровней. По мере распределения межбюджетных транспортов в 2018 году их объемы в доходах и в расходах в целом будут возрастать. На 2018 год удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составит 99,5% и охватывает все основные социально значимые направления, более 74% расходов запланированной на социально-культурную сферу. Наибольший удельный вес в бюджете имеет отрасль образования, расходы по которым осуществляются в основном в соответствии с муниципальной программой образования городского округа Орехова-Зуева. В рамках программы предусматриваются такие значимые мероприятия, как создание новых мест в детских дошкольных учреждениях, организация отдыха детей в каникулярное время, закупка оборудования для победителей областного конкурса на присвоение статуса региональной национальной площадки, софинансирование строительства пристроек к лицею, школе 16, строительство школы по улице Красина. В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия предусмотрены средства в размере 1,5 млн. рублей на ремонт фасада зимнего театра в рамках софинансирования мероприятий госпрограммы «Культура Подмосковья». Предусмотрены денежные средства на софинансирование мероприятий по проектированию и реконструкции стадиона «Знамя труда», капитальному ремонту и приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в размере 13,4 млн. рублей. По подпрограмме переселения граждан земноквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательственном порядке, в 2018 году предусматриваются расходы в сумме 16 млн. рублей на переселение 70 семей, проживающих в шести аварийных домах, находящихся на улице за год зерном. На ремонт автомобильных дорог в бюджете запланированы средства софинансирования в размере 7,8 млн. рублей. Как было отмечено, представленный проект бюджета городского округа соответствует положениям бюджетного законодательства РФ и Московской области. Прогнозируется снижение уровня долговой нагрузки с 36,3% в 2018 году до 32,7% в 2020 году. В целом, весь представленный проект бюджета городского округа соответствует положениям бюджетного законодательства РФ и Московской области. И при рассмотрении Советом депутатов проекта бюджета предлагается учесть замечание, которое содержится в нашем заключении. Представленный проект бюджета городского округа Орехово-Зуева будет направлен в Совет депутатов для рассмотрения.